Здравствуйте, это Укрлайс и Мила Немири, и мы продолжаем наш эфир, и я хочу напомнить, что спонсор канала «Торговая марка Гейтман». Мы очень рады, что сегодня с нами на связи Анатолий Амелин, который является соучредителем Института Будущего, он же возглавляет программу экономики, экономика этого института. Анатолий, здравствуйте, спасибо огромное, что вы сегодня с нами на связи. Здравствуйте. Анатолий, я понимаю, что экономика вам ближе, но тем не менее, сегодня я хотела бы поговорить о сценариях окончания войны. Почему я выбрала именно эту тему? Потому что у вас есть замечательный пост, который вы опубликовали совсем недавно, начинается он словами «Мы все устали от войны». И затем вы просто несколько сценариев предлагаете и анализируете факторы, которые на это повлияют. Я должна признаться честно, что за последнее время мне приходилось читать много разных сценариев, и ваши варианты сценариев мне показались такими очень глубокими, основателями, построенными на каких-то реальных факторах. Поэтому давайте об этом поговорим немного. Но прежде чем начать этот разговор, я тут для вас приготовила небольшую затравку, что называется. В Форум-Полисе опубликовали, ну, авторитетное издание, да, опубликовали очень интересную такую статью. Ну, если позволите, я немножко процедурую. Все мировые ключевые игроки, похоже, согласны в одном – война в Украине закончится переговорами. Отсутствие решающих результатов на поле боя за последние два года сделало альтернативу переговорному завершению, похожей на фантазию. Несмотря на отсутствие альтернативы переговорам, нет никаких признаков того, что воюющие стороны начнут их в ближайшее время. Обе стороны считают, что достижение приемлемого соглашения сейчас невозможно. Одна интересная цитата. Для союзников Украины первый шаг – начать говорить о переговорах между собой. Некоторых нужно будет убедить, другие уже убеждены и просто нуждаются в знаке, что дипломатия больше не табу. Вот давайте повесим в воздухе это слово «дипломатия больше не табу». Это интересная такая фраза. И американские официальные лица неоднократно заявляли, что рассчитывают на урегулирование конфликта путем переговоров. И последняя фраза, которая мне кажется интересной. И, наконец, обсуждение вариантов дипломатического решения войны должно начаться на встречах членов НАТО и Большой Семерки, а также во время двусторонних переговоров между союзниками на самом высоком уровне. Означает ли это, что так или иначе, прямо или косвенно, наши западные партнеры начинают думать о том, как может закончиться эта война и какие варианты они прорабатывают интересно, какие выводы вы бы сделали. Ну и тут я просто такую затравку к тому, собственно говоря, что вы тоже писали, вы же тоже писали о возможном перемирии, заморозке конфликта, победе, поражении и так далее. Ну вот давайте с этого и начнем. Давайте начнем с вообще методологии. Будущего, естественно, не знает никто. Сценарий в будущем может быть достаточно много, но их можно так или иначе по группам сформировать и анализировать. Основные группы я в своем тексте привел. Это победа одной из сторон, это перемирие, это затяжной конфликт. По большому счету с 2014 года у нас был формат затяжного конфликта, где не было ни мира, ни войны, где время от времени обменивались какими-то гранатами, выстрелами и так далее. Но это не было перемирие и не было статус-кво, который был зафиксирован. А то, что пишут формы феррис или то, что обсуждают сегодня не только они, это один из сценариев. И у каждого сценария есть своя мотивация. Теперь я вернулся к экономике. Да, мы с вами обсуждаем сейчас не экономику, но в основе любой войны лежит экономика. Давайте вернемся в более древние века. Война была инструментом захвата новых ресурсов. То есть повышение своей эффективности, своей силы и так далее, своего влияния, своей территории, возможности выращивать больше продуктов, контролировать торговые пути и так далее. И всегда ведение войны было связано с оценкой ресурсов, которые инвестировали. Своему слову инвестирование тут ключевое. И то, что воюющая сторона получает от своей победы. В данном случае война идет на территорию Украины, но это не в чистом виде война России против Украины. Я считаю, я об этом тоже писал, что нынешняя война, это прокси-война, по сути, Большого Запада и Большого Востока, где Россия выступает агентом, как сказал Байден, оси зла, которую входит в Иран, Северная Корея, Китай, Россия. И Украина находится на оси добра. Это было сказано несколько месяцев назад. Это очень интересная интерпретация. То есть война в Украине носит не локальный, не местный характер. Это характер мировой. От результатов этой войны зависит, по сути, расстановка сил в мире. Напомню, что за несколько дней до вторжения Путин был в Пекине на Олимпиаде. И у него была встреча личная с Си Цзиньпиним. И на этой встрече, судя по всему, он получил некое молчаливое, а может быть, не молчаливое одобрение о том, что он проведет маленькую победоносную войну, которая усилит союзника Китая, Россию, и усилит их проект, который называется Большая Евразия. Этот проект, который они анонсировали с 2009 года, активно развивали расширение экономического, политического, военного сотрудничества. И они активно в этот союз пытались вовлечь Германию. Реализация такого союза привела бы к падению гегемонии Штатов, к потере доллара статуса мировой валюты, мировой резервной валюты, мировой платежной валюты. Большой евразийский проект. Он обладал бы современными технологиями, большими ресурсами, большими производственными мощностями, огромным количеством полезных ископаемых, большая часть критических материалов как раз находятся на территории России и Китая, или контролируются ими. Это те критические материалы, которые применяются для производства современных видов вооружения, современной электроники, чипов и так далее. И этот проект, он по сути цивилизационный, который должен был разрушить гегемонию западной цивилизации, в том формате, в котором он существовал со времен Второй мировой войны. А что происходит сегодня? Большие игроки, в первую очередь Китай, они вот этой маленькой, так называемой, российской победоносной войны не получили никаких экономических выгодов. Более того, они получили достаточно большие потери. Я буквально несколько дней назад приводил статистику по Китаю. Официально китайской статистике особо нельзя доверять, но есть там группа факторов, которые показывают их роль в глобальной экономике. Китай потерял роль первого экспортера или импортера в Америку. Сегодня Мексика является крупнейшим поставщиком извне продуктов, продукции в Соединенные Штаты Америки. Извините, это за время войны, я правильно поняла? Да, это за последние два года такие трансформации. Китай в прошлом году получил рекордно низкий объем инвестиций с 2016 года. То есть инвестиции не только не приходят в Китай, они уходят из Китая. Например, производство телефонов Apple перенесено уже из Китая в Индию. И идет процесс вынесения, переноса различного производства из Китая. Война привела к тому, что один пояс, один путь – это инфраструктурный проект Китая, как ответ американской гегемонии на море, на океане. Он тоже заморожен, потому что Россия попала под санкции, границы России с Европой практически все закрыты. Нормального торгового сообщения нет, и Китай теряет не только Америку, Китай теряет Европу. И это бьет по китайской экономике. Помимо Evergrande, известного всем кейса банкротства крупной китайской компании, уже более 30 китайских, более мелких компаний строительных объявили о банкротстве. Строительный сектор в Китае занимает около 30% ВВП. Он искусственно стимулировался, печатались деньги, рос госдолг, и эти деньги направлялись с одной стороны различным районам Китая, которые финансировали или заказывали стройки. С другой стороны, этими деньгами наполнялась банковская система, которая выдавала льготные и длинные кредиты, что через ипотеку стимулировало рынок жилья. Когда цены росли, сейчас цены не растут, сейчас пошел до рестагнации. У них идет дефляция, цены на потребительском рынке стали снижаться. Это очень плохой знак, который показывает, что потребление падает. И оно действительно падает. Среди молодежи безработица достигает 30%. И вот это набор структурных проблем, которые я только маленько назвал. Китайские порты, которые были ориентированы на экспорт, которые полтора года назад были полностью заставлены все судами, они стоят пустыми. И вот у Китая есть большие сложности. Это просто привел маленький пример того, что Китай, эта маленькая победоносная война России, абсолютно невыгодна. И они уже крайне заинтересованы в том, чтобы эта война остановилась. И они хотят возврата к тому своему положению в мире, которое было до войны. Европа. Европа, Америка, они достаточно сильно истощены по объемам военной помощи в Украине. То есть они, с одной стороны, все свои склады там пустошили. Если сравнить вооружение европейских стран, то, что стоит на вооружениях армии, и Россию, мы понимаем, даже с учетом тех потерь, которые Россия понесла в Украине, все равно Европа не может быть уверена в том, что она сможет противостоять потенциальной агрессии со стороны России. А планы такие есть. И немецкие издания писали, и разведка об этом сообщала. О том, что такие планы в России были, начиная с 19-го года. До 21-го года Россия планировала завершить переоружение своей армии. И вот завершив, они начали не с Европы, а начали с Украины. Считаю, что те 5 миллиардов долларов, как они говорят, инвестированные в создание агентурной сети, медийного поля, позволят им быть встречными красной дорожкой и цветочками. В общем, Европа истощена достаточно финансово ресурсно для ведения войны. А да, они сегодня перезапускают, восстанавливают производство. Большую номенклатуру военной техники. Более того, мы слышим о тех контрактах, которые, в том числе, Украина, а не контрактах, а ремемирандумы, соглашения, которые мы подписываем с немецкими, европейскими производителями оружия, в том числе о создании новых производств, в том числе и в Украине. Это признак того, как он инертно раскачивается. Но чтобы провести тот объем боеприпасов и техники, которые нужны Украине, ну, необходимо, как минимум, 2-3 года еще, чтобы мы вышли на минимально необходимый уровень, который позволит нам отвоевать завоеванные территории. А Штаты, мы видим, как с декабря месяца они не могут согласовать решение о помощи Украине. Мы видим, как Штаты уже несколько раз были на пороге шатдауна, невозможность финансировать государственные расходы, буквально по вчераме проголосовали решение, у них есть возможность продолжать функционировать госаппарату, но решение о помощи Украине также не принято. У Штатов огромные резервы на складах военной техники. Они действительно могли бы нам помочь. Но я вижу, что республиканцы имеют свой пакет, демократы свой пакет. Каждый хочет победу Украины показать, как свою личную победу для получения политических дивидендов. В итоге мы маем утащу маем. И возвращаясь к сценариям, никто не заинтересован в победе России, ну, наверное, кроме Китая и тех стран, которые Байден относит к оси зла. Соответственно, им не дадут победить. Соответственно, Украине не дадут проиграть. С другой стороны, в Америке есть четкое убеждение, что нельзя допустить поражение России. Больше всего, чего они боятся. Они боятся развала России на несколько кусочков и неконтролируемое распространение ядерного оружия, которое есть в разных регионах России. Пример Советского Союза их пугает. Они к нему, на самом деле, не были готовы. Но, тем не менее, они хотят как-то заморозить. Поэтому то, что я вижу сегодня, это мотивация глобальных игроков оказать давление на стороны военного конфликта, то есть локальная сторона – это Россия и Украина, для того, чтобы мы каким-то образом этот конфликт заморозили. Как и в какой форме – это вопрос открытый. И здесь он зависит от поля боя. Как говорится, переговоры проводятся по финализации войны на поле боя. Учитывая, что мы не получили достаточно и в полном объеме ту военную помощь, которую нам обещали, то вопрос будет решен, я думаю, в ближайшие, это моя личная версия, в ближайшие полгода. В случае разморозки американцами помощи Украине и предоставления всего того, что нам было обещано, то, что было согласовано предварительно, то у нас появляются положительные перспективы на поле боя. Они, к сожалению, не дадут возможности нам, наверное, освободить всю оккупированную территорию, но это точно будет хороший переговорный аргумент для того, чтобы, скорее всего, этот конфликт заморозить. Почему заморозка конфликта в Украине выгоднее, чем иные сценарии? Давайте тоже проговорим. Я не слишком много говорю, а то он такой монолог, я не даю возможность вопрос задать. Очень хорошо. Я записываю кучу вопросов, я к ним вернусь, так что говорите, пожалуйста, это очень хорошо. Хорошо. Ведение войны – это очень энергофинансово-ресурсно-затратный процесс. Мы, откровенно говоря, к такой войне не были готовы. У нас не был сформирован жировой запас. Единственный жировой запас, который, если Украина, это теневая экономика, которую у нас пытаются все время всякие гитмансовые и подобные забрать, что на самом деле невозможно. То есть строгость украинских законов компенсируется необязательностей к исполнению и ростом коррупционной ренты. Ну, может быть, это как бы есть главная мотивация. Ведь экономику не затрагиваем, но, тем не менее, без нее никуда. Мы сегодня львиную долю военных расходов финансируем за счет наших налогоплательщиков. Западные страны, грантодатели, они по своим процедурам войну, военную помощь финансировать как бы напрямую не могут. И мы как бы публично заявляем, что ведение войны, оплату зарплат нашим ребятам, материально-технические расходы, заказ военной техники мы делаем за счет фона внутренних ресурсов. Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что ресурсы ограничены. Мы утвердили этот бюджет с большим дефицитом, с пониманием того, что источник покрытия дефицита это наши внешние доноры-партнеры, которые сегодня, как мы проговорили, уже остывают к возможности продолжать финансирование. В 2024 году выборы будут практически в половине стран мира. Ну, не в половине, это 30 стран мира, но территория, которую покрывают эти выборы, это не менее 40-50% нашей планеты. Это может поменять конфигурацию власти. Она, в принципе, потихонечку будет меняться. Что будет дальше, никто не знает. Поэтому заморозка конфликта для глобальных игроков является одним из инструментов стабилизации ситуации, учитывая, что мир свалился в хаос, а мы находимся на пороге уже несколько лет потенциально финансового кризиса, экономического кризиса. Мы видим огромную перегретость разных рынков. Да, поднятие учетной ставки центральными банками вследствие высокой инфляции привело к тому, что и фондовые пузыри поздували чуть-чуть, и экономики немножечко вышли форматом стабилизации. Тем не менее, риски эти никуда не ушли. И то, что Америка несколько раз в год увеличивает порог государственного долга и свою долговую нагрузку, есть уже оценки, показывающие, что в ближайшие пару лет ежегодные расходы Америки на обслуживание долга будут составлять триллион долларов. А это будет делаться за счет бюджета. Бюджет наполняется налогоплательщиками, или деньги занимаются. Соответственно, это показывает такой растущий ком будущих проблем, в том числе в американской экономике. Поэтому глобальным игрокам вот эта история, все понимают, что сегодня, я, может быть, скажу там грубо, я общаюсь много и с военными, и с экспертами, не только с Украины, военным путем существенно перевеса одной из сторон сегодня практически невозможно достичь и добиться. Поэтому при множестве сценариев нас будет, скорее всего, заставлять конфликт заморозить. Почему слово «заставлять» ключевое? Потому что украинское общество к этому не готово. И в начале вторжения нам говорили про границы 1991 года освободить, вернуться на границы 2022 года. Но мы понимаем, что, скорее всего, статус-клога будет немножечко иным. И здесь украинское общество, наверное, последнее, которое к этому будет готово. Наверняка западные элиты к этому раньше пришли. Киевская власть наша будет к этому подходить чуть позже, потому что она опирается все-таки на ожидание электората и на ту реакцию, которая будет идти от власти. И, в принципе, как мы видим сейчас, один из шагов, который делается, чтобы эту поддержку получить, это мобилизация. Объявленная мобилизация, 500 тысяч человек, это в том числе один из инструментов заморозить конфликт. С одной стороны, удержать линию фронта, с другой стороны, чем большее количество людей будет вовлечено в конфликт военный, тем больше будет поддержка решения о заморозке. Никто не хочет терять жизнь, никто не хочет терять своих близких. И это будет создаваться искусственно, в том числе информационное поле, для того, чтобы был дискурс в обществе относительно заморозки. И давайте хотя бы так, нежели там еще какие-то жертвы будут связаны с войной. Это гипотеза. Будущее не знает никто, но по совокупности тех заявлений, которые я отслеживаю, я вижу, что в ближайшие полгода есть высокая вероятность того, что нас заставит конфликт заморозить. Тем не менее, это не означает, что мы должны на этот сценарий рассчитываться. Как меня научила моя мудрая мама, надеюсь, она лучше готовится к худшему. И худшее, заморозка, это не самый худший сценарий. Поэтому наша задача готовиться к длинной, затяжной войне. Производить максимально возможные, наиболее эффективные, естественно, виды вооружения. То есть мы видим сегодня, наибольшую эффективность показывают дроны. То есть украинская война, это первая война, в которой применяется такое количество, разнообразие видов, типов дронов. И это является, по сути, нашим асимметричным ударом. Да, мы не можем там противопоставить такое количество танков. Да, у нас нет такого черноморского флота. Но новость, которая сегодня утром была, показывает эффективность данной тактики. Поэтому наша задача все-таки, готовясь к длинной, изнуряющей войне, быть готовыми к тому, что мы можем заморозить конфликт в этом году. Но даже заморозка конфликта абсолютно не означает, что риски ушли. Это означает, что мы усиленными темпами должны готовиться ко второму раунду войны, который будет просто неизбежен, пока будет существовать Российская Федерация у наших границ. Все, я закончу. Очень много вопросов записано. Буду откатывать в обратную сторону. Среди всех игроков, которых вы анализировали, я обратила внимание, что вы ни разу не вспомнили такого игрока, как Россия. И в этом смысле давайте немного о России. Как вы оцениваете, в чем сейчас, с вашей точки зрения, заинтересована Россия, учитывая, возможно, и экономику, потому что без нее, как вы справедливо сказали, никуда. И, может быть, опираясь на те знания, которые мы все так или иначе до нас доходят, из западных источников, что Россия так и через разные источники предлагает Америке переговоры. И что даже была встреча в Саудовской Аравии, а может быть не в Саудовской Аравии, давайте скажем так, при поддержке одной из стран Ближнего Востока, более того, вчера появилась информация об активизации переговорщика от Китая, который намерен снова, да, вот я вижу, вы улыбаетесь, который намерен снова там встретиться в Украине, в России, поехать в Европу, и, конечно, Турция. Отмешиваем именем такими. Да, да, именем, все главное, да. Вот, ну и, конечно же, Турция, которая всегда так или иначе в игре, даже если мы об этом не слышим. Поэтому вот немного о России. Хочешь ли о России переговоров? Помните старая русская песня «Хотят ли русские войны?» Хотят. Мы видим, что они постоянно воюют. Для империи война является одним инструментом продления своего существования. В том мире, когда империю уже ничего не значат, когда технологии и корпорации могут иметь большее влияние, чем такие закрытые режимы, тем не менее, они живут по старинке. А по России? Я делал также аналитику по России. Несмотря на те радужные отчеты, которые они публикуют о росте экономики, о том, что они справились с санкциями, там, бла-бла-бла, на самом деле не все так радужно. Во-первых, Россия потеряла европейский энергетический рынок. В первую очередь, там, по нефти, по газу. Они переориентировались на Запад с большими дисконтами. Хорошо. Не слишком большими, но с дисконтами они продают Китай и Индию. И центр прибыли сместился в другие регионы. Так или иначе, нефть для российского бюджета была бюджетообразующей. Дефицит бюджета в России растет. Он наполняется, в том числе, поддерживается средствами фонда национального благосостояния. Уже который год они его потихонечку истощают. Это показатель сложности. Рост инфляции в России является также следствием роста денежной массы. То есть, они увеличивают денежную массу, печатают деньги. Основное направление, куда они используют деньги, это, понятно, финансирование оборонно-промышленного комплекса или военного промышленного комплекса, как они называют. Финансирование армии. То есть, они достаточно высокие зарплаты платят тем, кто участвует в боевых действиях. Деньги получают родственники. Вы помните, тех жен, которые специально уже отправляют ради Белой Лады Калины. Много таких историй было. И это один из, опять-таки, признаков проблем российской экономики. В нефтегазовом секторе из России ушли практически все западные сервисные компании, без помощи, поддержки которых в течение 3-5 лет они не смогут повышать, интенсифицировать добычу. То есть, в принципе, это заложенные мины на будущее. А китайский автопром сегодня доминирует на российском рынке. А с одной стороны, все они сначала радужно кричали, что вау, класс, какие-то автомобили. Более того, там и Жигули, и москвичи, и Волга стали там заново якобы производиться, хотя на самом деле это на китайские автомобили. Вешали лейбан, но сейчас появляется огромное количество жалоб на техническое состояние автомобиля, на быстрый износ, быстрые поломки и так далее, и так далее, и так далее. Россия стала рекордсменом в мире по количеству санкций. То есть, у них есть огромное количество ограничений на экспорт, на закупку тех или иных материалов, и сейчас уже Америка, за что ей большое спасибо, начинает применять уже вторичные санкции. Это санкции к странам и компаниям, которые помогают России санкции обходить. Не быстрый процесс, но он потихонечку уйдет. Вернусь на шаг назад. Печать денег для финансирования зарплат, поддержки военно-промышленного комплекса, привела к инфляции, что подняло учетную ставку. Сейчас учетная ставка от Центробанка России, насколько я помню, 15%. Это привело к росту стоимости кредитов. По классике, это является фактором, уже сдерживающим экономическое развитие. Россия пыталась искусственно стимулировать потребительский спрос в первую очередь через льготное потечное кредитование. Пик был пройден в прошлом году. Количество новых сделок у них снижается. Поэтому, если говорить о состоянии российской экономики, да, мы же не упомянули еще, что более 300 миллиардов долларов резервов были арестованы, заморожены. В принципе, они не участвуют в финансировании и рестабилизации российской экономики. Поэтому, по ссылоку на всех факторов, российская экономика не чувствует себя хорошо. Да, там народ привык бедно, без газа, несмотря на то, что страна является газовой колонкой или бензоколонкой, как ее называют. Но народ становится еще беднее. Еще один момент, который можно добавить по России. Война – это инструмент достижения своих целей, как правило, экономических. С точки зрения результатов, если сделать рест на сегодня, Россия больше потеряла, чем приобрела. Ее доля в глобальной экономике, по сути, снижается, доля на глобальных рынках снижается. И вопрос, за что они воюют. Ну, и, наверное, добавлю еще один аргумент. Как минимум, два американца известных, один сенатор и, по-моему, кто-то из журналистов говорили о том, что война Украины с Россией – это одна из самых выгодных, в кавычках, инвестиций, где за 5% годового оборонного бюджета было ликвидировано 50% армии потенциального противника. Я перепроверил эти цифры. На самом деле не 50%, но 30%, можно сказать, с уверенностью, есть. Если не ошибаюсь, это Билл Тейлор. Это бывший посол штата. Было два заявления двух людей. То есть я находил несколько. Один политик, один журналист. Это было сделано не уж в разных контекстах. Может быть, это один источник информации. Кто-то кого-то цитировал, но без ссылки на другой источник. А для России подобное разовооружение является достаточно критичным с точки зрения их оборонной доктрины. Поэтому им тоже нужно время для восполнения запасов. И они с удовольствием воспользуются этой возможностью. Другое дело, в каком формате? До выборов Путина. Я использую термин не выбор президента, а выбор Путина. Мы уже с вами знаем заранее, кто победил. Или квази Путина, я не знаю, кто там сейчас. До выборов они вряд ли будут готовы к обсуждению заморозки или чего-то. Им необходимо показать наоборот на поле боя какие-то победы. Именно этим объясняются те 40 тысяч погибших, убитых, ликвидированных российских солдат за взятие Авдеевки. И они хотят максимально выйти на границы Донецкой, Луганской области. И показать это как победа своего русского мира. Бла-бла-бла-бла-бла. Эти затраты, ресурсы, человеческие, финансовые, не сопоставимы с теми выгодами, которые они получают. Тем более, они не получают никаких выгод, они теряют. Они получают оккупированную, разрушенную территорию, в которой экономический потенциал практически отсутствует. Да, они сегодня проводят процесс расселения своих бедных, нищих регионов на новооккупированные территории. Это классическая их тактика. Но их необходимо продолжать финансировать. Вспомните, когда был оккупирован Крым, он ежегодно обходился России порядка 5 миллиардов долларов. То есть это дополнительные расходы, которые возникают в бюджетах. Новые территории, которые были не только оккупированы, но и разрушены, они будут требовать большего финансирования. И это будет истощать и бюджет, и фонд национального благосостояния, и так далее. Поэтому я могу сказать, что по состоянию на сегодня, скорее всего, это моя персональная точка зрения, Россия выгодна передышкой. Я буду использовать именно такой термин. И заморозка, которая может быть выгодна, интересна Китаю, Европе, Америке, она как раз под этот формат им подходит. Но, повторюсь, передышка нужна для того, чтобы отдышавшись пойти дальше. Давайте вернемся к теме «Россия выгодна передышка». И вот, слушая вас, я вспомнила слова Энтони Блинкина, которые он говорил в прошлом летом. Я так часто их повторяла, что, по-моему, практически дословно запомнила. Он сказал тогда такую очень интересную фразу, что мы должны помочь Украине настолько, чтобы когда обе стороны достигнут такой патовой ситуации на фронте, когда ни одна из них не сможет победить, они сядут за стол переговоров, чтобы у Украины была сильная оппозиция. Вы вот, уже рассказывая о сценариях возможных, вы говорили о том, что, возможно, в течение полугода ситуация с помощью прояснится, и мы сможем тоже быть активными и добиться успеха на линии фронта, и тогда начать переговоры, наверное, с выгодной позиции. То есть я так понимаю из того, что вы сейчас сказали, вспоминая слова Блинкина, плюс-минус, сейчас позиции всех игроков, как вы тоже заметили, сходятся, и даже России. То есть вот такой момент, когда, если посмотреть цинично на происходящее, то позиции сходятся в какой-то одной такой точке. Да. Тогда давайте продолжим немножко, поговорим об экономике. Вот если посмотреть, сейчас очень многие говорят о том, что Трамп может прийти к власти и рассматривать это как просто реальность. В Европе давно рассматривают это как реальность. Давайте немного о ВПК поговорим. Вот сейчас Америка запускает свой ВПК, я не знаю, обращали ли вы внимание, насколько ВПК важен сейчас будет и для Америки, учитывая состояние экономики, и для Европейского Союза. Потому что сегодня, кстати, появилась информация, вот я тоже когда готовилась к интервью с вами, о том, что сегодня, прямо во вторник, Европейская комиссия предложит Европейскому Союзу способы стимулировать свою оборонную промышленность, чтобы эта оборонная промышленность могла перейти в режим военной экономики в ответ на вторжение России в Украину. Вот насколько развитие по-настоящему военной экономики сейчас может влиять на вот эту заморозку, потенциальную заморозку, о которой мы говорим? Военно-промышленный комплекс, его нельзя рассматривать исключительно как военно-промышленный комплекс. Это экосистема. Экосистема, которая является драйвером для создания новых технологий. Если мы посмотрим, опять-таки, на опыт Америки, и вы упоминали, что есть высокая вероятность победы Трампа. Трамп – это республиканец, и главный заказчик республиканского лобби являются оборонные корпорации американские. В Америке, в отличие от многих других стран, оборонная промышленность, в котором он частный. То есть там нет, насколько я знаю, ни одной государственной оборонной корпорации, но есть государственные агентства, которые финансируют оборонные разработки, в том числе DARPA, а в том числе DIA, если я правильно запомнил название. Это агентства, которые стимулируют создание новых технологий. Технологии два нового назначения, которые делают Америку гегемоном в доминировании технология. Напомню, что именно DARPA была, по сути, автором создания интернета, GPS-а, тех, условно, систем, с которыми мы работаем практически каждый день. Это только маленький пример из тех сотен, которые они разработали. Поэтому война Вторая мировая была мощным драйвером развития американской экономики. Украинская война тоже является драйвером американской экономики. Увеличиваются объемы государственного военного заказа. Практически все существующие американские крупные производства загружены заказами новыми, которых долгое время не было. А склады высвобождаются, помощь, которую оказывают Украине. Мы видели, я не буду называть, виды техники, которые мы получали от наших европейских друзей, которые оказались некондиционными, которые требовали ремонта и всего. То есть, в принципе, нам сбрасывают старье, и склады заполняются новым. И это все запускает как раз загрузку оборонных компаний. То есть, их прибыли растут, их акции растут. Я специальную аналитику не делал, но я думаю, что это существенное влияние на американскую экономику. Это влияние не только прямое. это влияние имеет мультипликативный эффект, потому что оборонные компании являются теми лицами, кто формирует спрос на критические материалы, на различные сплавы, металлы, включая Титан, где, кстати, Украина является одним из важных элементов будущей американской безопасности. Об этом почему-то постоянно забываем. И они драйвят эти сектора. Сектор электроники, сектор полупроводников. Общий заявленный объем инвестиций следующий семь лет в сектор только полупроводников мы насчитали примерно один триллион долларов. Но если мы вспомним Сэма Алькмана, основателя, руководителя OpenAI, он заявляет о том, что он ищет сегодня семь триллионов долларов для инвестиций в этот сектор. Я не знаю, это пиар или нет, но Америка в том числе через развитие своего оборонно-промышленного комплекса выступает одним из крупнейших заказчиков продукции полупроводникова, микроэлектроники. Это тоже мощный драйвер развития экономики. Тут еще один такой акцент. Структура американской экономики, других, европейской экономики, она уже движется в постиндустриальную, где добавленная стоимость максимально формируется не в промышленных секторах экономики. Но цифровая экономика, она как раз уже не столько промышленность, но новая промышленность. И инвестиции оборонно-промышленный сектор США очень мощно драйвят как раз новые технологии. Это и суперкомпьютеры, это возможность моделирования различных ситуаций. Это следующая война, которая будет после Украины, это будет война чисто дронов. Если помните фильм «Терминатор», судный день, начинается с того, что идут роботы, стреляют друг по другу. По сути, мы приближаемся к такому формату. Есть уже десятки разработок, где на поле боя участвуют роботы. Вы недавно слышали, наверняка, Турция, «Байкар», они тестировали без пилота, самолет-истребитель, в котором нету пилота. Это, в принципе, то, что может также делать Украина в ближайшее время. Да, у нас наш авиационный сектор старый умер, но количество производителей, инженерный опыт создания дронов, уже мы сегодня имеем качественные аналоги «Байрактаров», которые стоят значительно дешевле, которые нам поставлялись в начале вторжения, и которые имеют больше эффективность, больше устойчивость к рэбам и так далее. Поэтому военно-промышленный комплекс – это мощный драйвер развития экономики. И вот предыдущий, наверное, опыт Израиля. В Израиле экосистема оборонно-промышленного комплекса, она породила не менее 70 компаний. По сути, они создают технологии двойного назначения. Не менее 70 компаний вышли на IPO, из них 2 или 3, а может 4 уже являются единорогами, то есть имеют капитализацию миллиард долларов. И еще один важный момент. Служба в армии – это не только служба условно с автоматом где-нибудь в окопе. Служба в армии – это в том числе работа в научных центрах Пентагона или в Израиле, с Хала, которые создают новые разработки. Например, в израильской армии те ребята, которые проходили службу в научных центрах, а за ними очередь выстраивается у технологических компаний, их забирают к себе. И эти компании потом же по сути готовятся к IPO. Они забирают людей с крутейшей подготовкой, с крутыми идеями, с крутыми наработками и по сути капитализируют свой бизнес. Поэтому при Трампе я думаю, что оборонные компании будут себя чувствовать хорошо, но всем нужно время, чтобы подготовиться. Подготовиться к чему? Когда закончится или там будет заморожен военный конфликт в Украине, мы слышим, что появляется несколько новых горячих точек. 7 октября прошлого года мы пойдем к Израиль, в котором уже применялись те наработки технологии, которые были в Украине, там применялись уже дроны, пивидроны, дронразведчики и так далее. А следующие точки потенциального конфликта это Юго-Восточная Азия, причем не обязательно Тайвань, Тайвань это один из потенциальных регионов конфликта, там их может быть гораздо больше. Мы видим время от времени обмен нотами между странами. Вот, в общем, мир потихонечку сваливается в хаос и готовится к какой-то большой войне. Но есть хорошая новость. Никто не хочет умирать. Поэтому я думаю, что эскалация и напряжение будет продолжаться, пока у кого-то не дрогнут нервы и не выйдут на какое-то мировое соглашение. Как во время Карибского кризиса. Да, именно этот пример является самым актуальным. И он четко соответствует тому заявлению, которое сделал Си Цзиньпинь в своей инаугурационной речи о том, что мир должен поменяться. Он перестанет быть однополярным и будет условно двуполярным. Таким образом, они заявили о своем участии в глобальном разделении ответственности и влияния. А Байден в свое время тоже порядка трех месяцев назад говорил о том, что мир нуждается в новом мировом порядке. Но в этом порядке, которые формируются сегодня, котировки Китая не растут, а наоборот падают. Анатолий, на этом мы могли бы закончить интервью. Это было бы красивое окончание, но у меня есть еще к вам один вопрос. Поэтому не знаю, насколько будет красивым окончание. Но вопрос еще один у меня есть. Вы знаете, вот вчера мы обсуждали с Давидом Гендельманом, военным экспертом из Израиля, о том, что вот потенциалы, да, даже оружие, вот есть современное, дорогостоящее, западное, но его немного, потому что оно высокоточное, дорогостоящее и сложное там обслуживание в производстве. И есть вот такое примитивное, то, что делает там Россия, Корея, Иран и все прочее. Примитивное, советское, дешево, и его много. И в этом смысле, вот в этом новом мире, о котором вот сейчас мы говорили, где новые разработки, военно-промышленном комплексе и в Америке, и в Европейском Союзе и так далее, насколько вот этот промышленный потенциал будет в состоянии трансформироваться в какой-то военный потенциал. Потому что то, что мы сейчас видим, это картина такая, ну, очень странная, да, когда Россия может получить сколько угодно и где угодно снарядов, ну, я имею в виду Северную Корею, Иран в этом смысле, и сама там штамповать их просто бесконечно, брать старые бомбы, вешать на них крылья и создавать оружие, которое опасное для наших воинов, очень сильное и для украинцев. А с другой стороны, мы видим, что Запад не в состоянии произвести, я не знаю, там, миллион снарядов для Украины. И в этом смысле, ведь это же... Именно поэтому мы произведем больше миллиона дронов. Это, да, это хорошая идея, но просто я о чем говорю, насколько вот этот мир сейчас вот тоже находится на грани такого состязания, скажем, высоких технологий, да, и, скажем, вот таких очень простых, примитивных. И какой есть шанс, что вот эти высокие технологии и мир, который обладает большим потенциалом, казалось бы, за нами стоит Запад, с такой экономической мощью, ну, елки зеленые, снарядов-то дайте вообще просто. И вот в этом смысле, как вот здесь вам видится эта ситуация? Это идет обычный эволюционный процесс, когда западные страны, ну, давайте маленький шаг назад, сегодня, не сегодня, последние, наверное, 10-20 лет критически вырос технологический разрыв между западными странами и всеми остальными. Создание такого союза, как БРИКС, оно, в принципе, является некой там попыткой уравновесить влияние доминирования Запада. А технологии являются важным фактором развития экономики. Есть там три ключевых фактора. Это капитал, человеческий капитал и технологии. У Запада есть капитал, есть технологии, есть проблемы с человеческим капиталом. Практически все западные страны являются импортерами трудовых ресурсов. А те страны, которые входят в БРИКС, или стремятся в войти, как правило, более молодые страны, там больше людей, но у них намного меньше капитала и намного меньше технологий. То есть, это попытка каким-то образом сбалансировать, равновесить. А технологии, как правило, при правильном применении показывают намного большую эффективность. Даже история с Украиной. При том, что армия России, там, фон, потенциал ее более чем в 10 раз превосходил на момент вторжения Украину, именно новации оптические, военные позволили и остановить танковые колонны, и криквидировать, и поменять ход боя. Банальное освобождение морского коридора из Одессы это достижение уже украинских технологических решений. И это меняет правила борьбы. Раньше вам нужно было строить 7-8 лет крейсер, который стоил сотни миллионов, может даже миллиард долларов, который в море был бы мега устрашающим, его уничтожают двумя ракетами, которые стоят в сотню раз дешевле. Да, они технологические, но это другой подход. Или дронами мы уничтожаем малые кадера. Если дрон стоит 250-300 тысяч долларов, катер стоил 10-20-50-60 миллионов долларов. Повторяю с того, чем мы начали. Любая война это экономика. И мы считаем, сколько мне ресурсов нужно инвестировать для того, чтобы победить много металлолома, который уходит на поле боя, мы можем инвестировать. У нас нет столько металлолома, у нас нет возможности даже снаряды выпускать. Я считаю, решение с дронами мега креативное. Оно имеет свои нюансы, но это наш ответ, наша альтернатива, которая дает возможность много точнее использовать снаряд. Опять-таки, посмотрите на то, что применяют русские. То есть, банально, если говорить даже по точности вооружения, то есть, те же «Хаймерс» с первых дней, как у нас появились, они показали феноменальную точность. Да, они не стреляют, как российские РСЗО «Грат» и остальные, которые рассеивают поле боя, полностью покрывают. Это же на самом деле тоже экономика. Это очень энергозатратно, финансово затратно, ресурсово затратно. А на «Хаймерсе» достаточно одной-двух ракеты для того, чтобы достичь цель, которая таким же ресурсом пытается достичь Россия, но намного большим количеством шагов и действий. Поэтому технологии, считаю, дадут возможность побеждать. И последнее добавлю, уже в нескольких странах испытывают новую технологию борьбы с дронами. Это применение лазеров, боевых лазеров. То есть мы все-таки уходим в фантастические фильмы, опять вспоминаем «Терминатор. Судный день». Рекомендую пересмотреть. Это, по сути, следующая война. Все равно хорошее окончание ведь получилось. Спасибо огромное, Анатолий. Спасибо, что были сегодня с вами. Спасибо. Анатолий Амелин был сегодня с нами на связи, за что мы его страшно признательны. Конечно, благодарны вам, нашу спонсорную платформу Патреон. Оставайтесь. Спасибо.